Всем здравствуйте! У нас тут небольшая заминка, естественно, связанная с тем, что в очередной раз изменился аппаратный профиль. У нас тут проектор показывал отличный Full HD экранчик, на котором я ничего не видел, потому что я не вижу проектора. Но, да бог бы с ним, все уже началось. Как и обещал в прошлый раз, у нас встреча по разговору про язык программирования питончик. И в этот раз у нас разговор про объектную модель в питоне. Разговор будет слегка не то чтобы необычным, но таким рекурсивным, потому что, если вы посмотрите на план сегодняшней лекции, вы увидите, что там инклюдится одна моя довольно давняя статья, которая называется «Классы в питон, это очень просто». Она довольно длинная и посвящена она тому, как объяснять классы человеку, который в классах ничего не понимает. Мы с вами не такие, поэтому я по ней, по этой статье пробегусь чуть быстрее и не буду читать ее вслух каждый момент. Но если вдруг у вас внезапно закралось ощущение, что вы как раз именно такой, по каким-то причинам, так вот, значит, статья. Бог бы с ней со статьей. Давайте будем делать вид, что ее нету, или точнее, что она является частью лекции, и начнем разговаривать про объектно-ориентированное программирование. Тут следует понять, что мы вступаем в область чудовищной совершенно мифологии, наслоения которой идут с очень разных сторон, от свидетелей какого-нибудь конкретного языка программирования, очень часто, например, C++ или Java, но в основном почему-то C++, от каких-то, значит, людей, которые одну конкретную методологию, собственно, из имеющихся методологии объектного планирования, выдают за, собственно, объектное планирование и так дальше. Долгое время невозможно было читать статьи на Википедии, ну, года четыре назад еще было невозможно, кажется, потому что их писал человек, крепко прищемленный C++, и, соответственно, той методологии объектного планирования, которая, естественно, для языка статической степизации C++. Вот. Как минимум, статья про объектно-ориентированное программирование на Википедии нынче переписана, переписана в очень интересном ключе. Ну, очевидно, да, что объектно-ориентированный подход, это, собственно, само планирование, это планирование некоторой сложной и сверхсложной сущности в виде иерархии классов и, соответственно, порождаемых ими объектов. Так вот, статья на Википедии, она переписана под понимание объектного планирования как разделение и иерархизация уровней управления вычислениями. Вот. И это очень интересный подход. Всем советую попытаться вкуриться в эту статью. Я про управление и вычисление ничего говорить не буду, потому что наша задача гораздо более простая. Вот. Но, тем не менее, значит, статья про объектно-ориентированное программирование в Википедии оказалась после ее полного переписывания внезапно в нервной. Надо понимать, что в строгом смысле слова объектно-ориентированное программирование является парадигмой, потому что это всего лишь способ планирования самой программы. Да, если ваш проект слишком сложен и невозможно написать один алгоритм, который его решает, вот, то, скорее всего, объектный анализ, то есть, как это, ну, как там полагается, значит, анализ предметной ситуации, анализ этого самого прикладного поля, выявление, значит, конкретных объектов прикладных, описание их свойств, генерализация их свойств, выявление, значит, общих свойств модели, построение иерархии, пирамида такой, да, от самой общей к самым частным и так дальше. Да, вот это все приведет к тому, что вы напишете на вполне себе процедурном языке вроде того же C++ или Python, но объектно или даже C объектно программировать можно на C. Существуют специальные дисциплины. Про это в прошлом году, например, было в курсе кафедры алгоритмических языков, в курсе, который называется парадигма программирования. Как программировать объектно на C. Так вот, значит, вы в результате можете написать вполне себе императивную программу, но в этом объектном стиле. И когда говорят про объектно-ориентированное программирование, видите, слово ориентированное, оно про то, что не само программирование у вас объектно, а ваш язык поддерживает вот такую методологию разработки. Он ориентирован на использование объектов при планировании вашей программы. Я всегда считал, что у объектно-ориентированного подхода три составляющих, и вот четыре из этих трех составляющих. Нулевая составляющая, про которую я никогда не задумывался, потому что мне всегда казалось, что это совершенно естественно, так и должно быть вообще, когда вы программируете на каком-то языке, вы моделируете реальность, и тем самым, собственно, нулевой шаг совершаете по умолчанию. Это шаг абстрагирования, абстракции. Оказалось, что в современном подходе это совершенно не так, потому что люди, особенно тот самый питончик, очень любят использовать в, как я сказал в начале лекции, в очень чисто мифологических таких, чисто мифологических таких мысленных построениях, вот, где никакой абстракции не пахнет, и, грубо говоря, объект питона строго соответствует объекту реального мира, особенно если этот реальный мир на самом деле нереальный, а дан вот этому несчастному программисту-мифологу в виде как раз задания «напиши программу так». Вот, например, вам дают домашку, а в домашке написано «напишите класс, который делает какую-то совершенно непонятную, ни к чему не нужную хрень». Да? Вот где здесь абстрагирование, зачем оно нужно, хотя вам говорят «напишите класс», это явно новая задача. Никакого абстрагирования не нужно, когда в задаче написано «напишите класс, который умеет, ну, не знаю, там, что-нибудь делать, потому что за вас ее кто-то сделал». Вот. А абстракция – это очень важное движение от общего к частному. Значит, примеры абстракций. Да, значит, еще одно предуведомление. Я не буду слишком много говорить про, собственно, само объектное планирование, потому что, предположительно, оно у вас было в конце второго курса. Правда, многие очень жалуются и говорят, что так себе оно было, не вполне не хватило времени. Вот. Но, правда, на объектный подход нужен целый семестр, чтобы вот хорошенько в нем разобраться. У нас этого семестра нет, у нас питон. Вот. Поэтому будем считать, что что-то вы про это знаете. Так вот, абстракция, примеры абстракции. Например, вертикальный – это та самая пирамида, генерализация и потом обратно конкретизация вашей смоделированной предметной области, да, вернее, объектной области. Когда у вас есть базовый класс, производные классы, производные классы от производных классов и так дальше, вплоть до таких классов, которые, наконец-то, поражают те самые объекты, которые вы используете в real life. Вот. Вот вам примет вертикальной абстракции. Ну, или там, допустим, класс versus экземпляр класса. Это тоже вполне себе вертикальная абстракция. Да, у нас есть некий изготовитель объектов, и есть сам объект, изготовленный этим изготовителем. Да, мета и не мета. У нас еще будут в питоне метаклассы. Третий уровень метакласс – класс объекта. Вот. Пример горизонтальной абстракции состоит в том, что, собственно, вот именно из-за того, что вот этот пример для меня оказался самоочевидным, я и не включал, и когда я учился, никто не включал нулевой уровень в список объектно-ориентированного свойств объектно-ориентированного планирования. Пример горизонтальной абстракции – это когда вы, например, пиша программу на оси, вообще все моделируете массивами. Любой тип данных, ну, за исключением там, то тех мест, где там действительно понадобилась структура. Отлично можно споделировать массивом, правда. Ну, строка – это массив байтов, да. Как бы таблица – это массив указателей на массивы байтов. Ну, вот такое. При этом понятно, что в вашей реальной жизни у вас данные очень разные, но на уровне того языка программирования, который вам выдан, вы моделируете и данные – это и есть пример горизонтальной абстракции. Тут, значит, сокращенец нам подсказывает, что объектно-ориентированный подход далеко не всегда ведет к упрощению, а нередко ведет к усложнению. Я не согласен. Объектно-ориентированный подход всегда ведет к усложнению. То есть количество строк кода, сущностей, которые вы породите, всегда будет больше, чем в случае, когда вы пытаетесь написать какую-то тушку. Смысл объектно-ориентированного подхода не в том, чтобы сделать программу короче или проще, а в том, чтобы на каждом уровне рассмотрения, вот в этой вертикальной абстракции, вы имели дело только с подмножеством всего комплекса алгоритмов, объектов и так далее, классов, которые решают вашу задачу, чтобы можно было двигаться по этой лесенке абстракции и конкретизации на тот уровень, где вы решаете свою задачу. Именно для этого нужно, чтобы не… Ну, как это, предположим, у нас поле внимания 7 плюс-минус 2 объекта, да, кратковременная память. Да, значит, вот если в вашем… В вашей задаче после просчитывания юскейсов оказывается 100 объектов, если вы их реализуете как 100 различных функций, это будет смерть. То есть без поисковика вы не сможете программировать. Но в действительности, если вы делаете иерархию классов, то на самом деле… Ух, как плохо видно, я не тот петопайт не запустил. На самом деле, если у вас 100 объектов, про которые я только что сказал, что их невозможно запомнить, их можно только… Есть вот 100 рядоположных каких-то, значит, функций, не дай бог, наборов функций, то вы их никогда не разберетесь. А если вы делаете иерархию классов, то, извините, наоборот. А какая разница? Вам всего лишь придется эту парадигму моделировать на том языке, на котором вы пишете. Да? Мы сейчас поговорим, что именно вам придется моделировать. Но обратите внимание, вам достаточно трех уровней, чтобы на каждом уровне при рассмотрении конкретной, конкретизации очередной абстракции, иметь дело не более, чем с семи предметами. Упс. Теперь представьте себе, значит, вот семь таких уровней. Ну, раз уж мы говорим, что семь – это у нас условный такой объем внимания, да, вообще-то говоря, вы можете вот столько объектов наплодить. И все еще продолжать уметь, двигаясь по вот этой иерархии, в них разбираться. Итак, основные свойства объектно-ориентированного подхода – это инкапсуляция, наследование и полиморфизм. Про инкапсуляцию сразу скажу, что люди, которых прищемился плюс-плюс, а также не только потому, что просто, видимо, гуляют этот термин, у слова инкапсуляции есть два различных значения. Первое значение – это, собственно, иерархия пространства-имен. То есть оно слишком тупое, чтобы уделять этому внимание, а в действительности оно основополагающее. Идея состоит в том, что мы заводим некоторый объект, ну, допустим, и у этого объекта есть, внутри него есть пространство-имен. И мы, когда говорим, что а точка, там, не знаю, битленс какой-нибудь, да? Битленс. Ленс. Мы вызываем не просто некоторую функцию битленс, а функцию битленс имманентно этому самому объекту. Вот эта вот иерархия пространства-имен через точку, то есть засовывание соответствующих методов полей и так далее внутрь наших объектов. И есть инкапсуляция. Инкапсуляция – это не сокрытие. Вот второй термин слова «инкапсуляция» используется как сокрытие, запрет доступа к реализации. И эта штука тоже существует, правда, в питоне ее нет. А так она существует, в том же FT++, в той же Java, для того, чтобы случайно что-нибудь не поломать. Ну, не доверяют люди своим программистам. Вдруг этот программист случайно что-нибудь поломает. «Давайте мы от него часть реализации закроем, запретим ему туда ходить ручкой». Но инкапсуляция в смысле сокрытия – это не то, что является основой объектно-ориентированного подхода. Основой объектно-ориентированного подхода является инкапсуляция в смысле организации иерархии пространства-имен. Вот через точку, то есть ровно та самая вертикальная организация, про которую мы говорили с самого начала. То есть в большинстве языков инкапсуляция, так же как в питоне, в C++, в Java и в большинстве подавляющих языков, это всего лишь вот это вот синтаксис с точечкой, ну или с чем-нибудь еще, если вы выбрали какой-то достаточно экзотический язык. Вот и все. Наследование. Наследование – это возможность воспользоваться уже готовым решением какой-то подзадачи и модифицировать ее кусочки. То есть повторное использование свойств объектов, уже заданных, с изменением тех свойств, которые вас не удовлетворяют. Это, так сказать, самое общее определение, а дальше мы начинаем смотреть разные стратегии наследования. Есть классическое наследование, есть тот самый, господи, прототипирование, как в джаваскрипте. Ну, то есть, да, но идея состоит в том, что у нас задача уже почти решена кем-то. И существует, условно говоря, класс, хотя тут я слишком конкретно говорю, да, наследование не обязательно должно там вот упираться в понятие класса. Ну, окей, существует класс, который нас почти удовлетворяет, чуть-чуть его надо дописать. И мы говорим, все так же, как в том классе, чуть-чуть меняем наследование. И, наконец, полиморфизм. Вот. С полиморфизмом все сложно, потому что в питоне с ним все предельно просто. Поэтому очень сложно объяснять человеку, который программирует на питоне, почему полиморфизм это такое темное, мутное понятие, состоящее из нескольких разных подпонятий, каждое из которых, значит, нужно отдельно понимать. Вот. С точки зрения нашей, да, сейчас даже не про питон говорим, на про то, с какой точки зрения мы будем смотреть. Это просто. Полиморфизм – это возможность одним и тем же кодом, внимание, одним и тем же, в точности, кодом, обрабатывать различные типы данных. И тут мы начинаем понимать, почему полиморфизм в питоне – это настолько просто, что не требует объяснений. Потому что в питоне, как известно, duck typing, и там действительно один и тот же код обрабатывает разные типы данных. И для того, чтобы он этого не делал, надо еще самому проверить, это те типы или не те. Наличие полиморфизма – очень важный момент для любого объектно-ориентированного подхода, объектного подхода, потому что иначе непонятно, как вот с этим наследованием поступать. У вас есть решение задачи для данных одного типа, и это решение состоит из какого-то алгоритма. Вы хотите применить этот алгоритм к данным другого типа. На основании чего вообще одно к другому применится. Ну вот в том же C++ должно быть строгое наследование, еще что-то. В питоне, как вы помните, duck typing все и так само работает. Вот с этой присказкой мы, пожалуй, начнем разговор про классы в питоне. И начнем его с того, что мы и так уже знаем, что у всех объектов есть внутреннее пространство имен. Содержимое этих объектов называется… Тут есть три термина. Общий термин – атрибут, то есть что-то, что через точку доступно. Эти атрибуты бывают двух видов. Это либо поля, либо методы. Поля. Значит, метод – это то, что callable. Вот, например, bitlens. Вот. А поле – это то, что не callable. Ну, например, не знаю, real. Вот. Соответственно, когда мы говорим а.real, мы обращаемся к полю, а когда мы говорим а.bitlens, мы обращаемся к методу. Я очень долгое время пользовался другой терминологией и, видимо, буду в горячке лекционной переключаться на более неправильный, более плохо различимый вариант, когда полями я называю все, а методами я называю callable. Если я на это переключусь, терпите. Можете меня поправлять, если хотите. Может быть, я когда-нибудь научусь называть атрибуты атрибутами, поля – полями, а методы – методами. Вот. Значит, и так мы знаем, что в питоне все построено на этих пространствах имен. И, как мы сегодня посмотрим, вообще все, включая все операции над объектами, тоже построено на пространствах имен, на самом деле. Интересная идея состоит в том, чтобы самому создать пространство имен, изолированное, и там все хранить. То есть, не говоря сейчас ни при какой объектное планирование, вот смотрите, у нас есть какой-то дир, который нам показывает, ну, достаточно небольшое количество имен. Предположим, мы хотим создать 100 каких-то функций, объектов, чего-то, но не хотим засорять то пространство имен, которое у нас сейчас есть. Чтобы здесь их было не что, а один какой-то контейнер для них. Ну, почему бы нет? И тут выясняется, что вообще-то такого контейнера в питоне, явно вот такого поля под названием контейнер, просто нету. В СИ есть понятие структура, но оно слегка для другого. Структура ВСИ, оно для упорядочивания, хранения элементов в памяти. Для того, чтобы просто сложить имена в какой-то контейнер, чтобы они были там, вот, ничего нету, но можем воспользоваться как раз питоновским классом. Написать что-нибудь типа такой класс С, и ничего не делать, прям вот так. И вот в этот класс мы можем положить что хочешь, это как горшочек без мёна, в который что хочешь можно положить. Мы прям можем написать, ну там, не знаю, А равняется 100500, это было 100500, если кто не понял, да? И С точка, не знаю, вар 1 равняется А. С вар 2 равняется, ну не знаю, там, бр-р-р-р. Давайте посмотрим, что мы имеем. Вот, мы имеем нечто, у которого есть достаточное количество внутренних каких-то полей, специальных спецполей, которые начинаются на бла-бла, то есть на два подчеркивания, и мы в них пока не смотрим. И вот эти два самых нами введенных имени, одно вар, другое вар 2, и мы можем теперь к ним обращаться. То есть на самом первом уровне, на нулевом уровне, класс в питоне, это просто именованное пространство имён всё. При этом, смотрите, наше пространство имён внешне чистое и сухое, у него есть С, в котором хранятся все эти наши вары в количестве, вот, и всё. Да, мы можем там, ну, прям наплодить, у нас есть такая прекрасная функция сетатор. Вот. Сетатор. Это вот это. Обратите внимание, что именем здесь является строка. Помните, мы с вами говорили, что в питоне вообще нету такой выделенной сущности под названием пространство имён, потому что пространство имён – это просто словарь. Да, вот сетатор ходит к нужному словарю, к этому самому С. Мы можем написать так, for i in range, range от, ну, скажем, 20, чтобы не слишком много. Сетатор. Что там у нас? Сначала куда? С. Потом какое поле? Ну, допустим, var, подчёркивание, подчёркивание i. Вот. Ну и, допустим, i. Смотрите. Мы достаточно хорошенько так загадили пространство имён внутри С. Да? Мы оставили пространство Global вполне себе красивым. И в этом С у нас теперь есть, что хотите-то. Да? А, такого нету. А такое есть. Вот. Почему мы говорим о том, что словари сохраняют порядок, а dirc нам не показывает? А я думаю, что если мы скажем вот так вот, то мы увидим, что всё в нужном порядке. Как работает функция dir? Вопрос иной. Вот. Более того, функция dir, вот эта функция dir, это в раппер, вот для этой функции dir. То есть вот как там внутри реализован этот dir, так и будет всё работать. Я думаю, что словари-то порядок сохраняют, а сам dir с целью оптимизации проходится по ним, видимо, в том формате, в котором они прямо там валяются в памяти. И вот. Так что вот, видите, поле дикт, которое, собственно, соответствует словарю имён, оно всё очень чётко, вот тут всё в порядке. Спасибо за вопрос. Хороший. Хорошо, что он вам в очень правильное время пришёл в голову. Вот. Значит, итак, смотрите, что мы сделали. Мы воспользовались понятием класс в питоне как таким бесплатным именованным хранилищем имён. Вот. И отлично им пользуемся. Вот, допустим, давайте туда функцию положим. Даже давайте прям лямбдой. c.fan равняется лямбда, хотя можно было обычную функцию сюда положить. Вот. От x. Ну, допустим, x умножить на 2 плюс 1, моя любимая. Да, пожалуйста, c.fan от 100500. Да? Как вы понимаете, это самая обычная функция, ничего с ней не творится совсем. А вот. Да? Значит, мы можем туда положить обычную функцию и какую угодно, да? То есть, ну, что угодно туда можно положить, как в горшочек без мёда, правда. Нет, она не метод класса, она просто функция. Видите, функция. Это просто функция, которая лежит в классе. Вот. Её можно назвать до какой-то степени методом класса, но зачем? Терминологически нет, это не метод класса. Так, метод, это же член класса, который по углу. Нет. Метод это такой член класса, у которого в качестве первого параметра передается класс. Ага. Вот. Мы дойдем до этого. До метода класса мы дойдем, когда будем говорить про декораторы. Вот. До того, что такое метод, дойдем сегодня. Значит, давайте мы убедимся, что что угодно можно положить в класс, и оно будет там лежать, и никого не трогать. Вот. c.f равняется fufu, да? И вот этот самый c.fufu, это и будет наша функция, которую даже можно вызвать. Всё. Это обычная функция, ну, как бы... Ещё раз. Класс как контейнер, это просто именованное пространство имён. Всё. То есть, в своём плане словаря это своеобразное поле, и в этом плане класса это своеобразное словарь? Это и есть словарь, в том смысле, что у него есть поле дикт, которое является словарём. Всё остальное это накрутки вокруг этого словаря, функциональные, которые делают, собственно, класс удобным инструментом для объектного проектирования. для объектного по-ориентированному программированию. Громче? Обёртка на словарём. Ну, да, да, да. Обёртка... Ну, не есть питон обёртка на словарём, но... Ну, там, за некоторыми исключениями, написанными на си. А значит, конструктор. Значит, смотрите. У самого класса есть... Мы что можем сделать? Мы же можем не так сделать. Мы можем это пространство умён задать с самого начала. Сказать класс... Класс С... Тут прямо сказать что-то типа А равно 100500, Б равно там... Да? Вот. И теперь у нас будет С точка Б... Ну, короче, всё то же самое, да? Вот. Следующее свойство классов... Это изготовление экземпляров. Класс на самом деле является callable. Вот. И если его вызвать... То получится экземпляр класса, он же объект. Вот. Этот объект наследует структуру класса. У него есть А, у него есть Б. Вот. Ну, в общем, теперь мы можем, описав единожды, как устроен некоторый тип данных, производить элементы объекта этого типа данных в количестве с помощью класса. Вот. А нарисован рядом с ним круглые скобочки. Он будет конструировать элементы данного класса. То бишь, инстинцировать, говоря, теоретическим языком. Вот. Смотрите. При этом ничего не меняется. Кроме одной штуки, до которой мы ещё дойдём. Вот у нас есть С, вот у нас есть Б. Это два разных... Type от Б какой? С. Type от С какой? Тоже С. Это два разных экземпляра класса С. У каждого из них есть поле А. У каждого из них есть... Как там, С маленькая, да? У каждого из них есть поле Б. Ну, в общем... Не А, С. Не на топор. Вот. Да? Вот они. Всё, в общем, совершенно очевидно. Мы описали контейнер, а потом этот контейнер обладает свойством порождать экземпляры себя. Вот. Значит, тут надо сделать одно замечание относительно полей класса и полей объекта. Замечание чуть-чуть мутноватное, поэтому немножко... Немножко внимания, пожалуйста. Значит, ситуация с полями класса и полями объекта такая же, как с глобальными и локальными переменными функциями. То есть, если мы только что породили некоторый объект, у него есть два поля А и Б. И поскольку мы сами эти поля не задавали вручную, это поля класса. То есть, когда... Давайте, знаете, что сделаем? Давайте проведем эксперимент. С равен... Класс С. А равняется, ну там, бурлы, а вот Б равняется список. Ну, скажем, раз, два, три. Вот класс С. Вот мы делаем два экземпляра классов. А, Б равняется С, С. Да? А точка А, Б точка, Б, ну, кор... Ой, Б маленькая точка, Б, в общем, все понятно. Так вот, сейчас я докажу, что Б большое является полем классом класса. Очень просто докажу. Мы взяли и из этого списка выкинули одно значение. Теперь там два элемента и, что самое характерное... И более того, если мы скажем вот так вот, мы увидим, что это вообще один и тот же объем. То есть, оба элемента наших, оба объекта типа С и А и Б ссылаются по своим полям Б на один и тот же. Но, как только мы напишем что-то вроде, скажем, А точка Б равняется кукуряку, произойдет ровно то, что обычно происходит с локальными переменными. Мы возьмем и... Разлепим эти самые два объекта, да, на кусочки. Вернее, теперь эти имена ссылаются в разные места. И они разные, идентификаторы у них разные. Короче, как стоит нам присвоить что-то имени, как все разъезжается. И у нас получаются поля объекта. То есть, если мы будем создавать пустые элементы класса, они будут занимать место по факту, как они делили? Да. Почти всегда. Ну, то есть, методы-то точно у них будут общие? Понятное дело. А если так, по-моему, чайные значения будут дубироваться? Нет. Потому что это поля класса. Вот если вы явно пишете что-то типа А точка Б равняется 100500, обратите внимание, так можно в питоне, можно создавать какие угодно поля, какого угодно объекта, если он не написан на осе, на питоне написан. Вы вот так можете сделать. И, пожалуйста, у вас в вашем... Значит, давайте посмотрим. Type A. У вас оба объекта одинакового типа, но у А теперь есть поле к вре. Пришел человек и спрашивает, будет ли рассматриваться метапрограммирование на питоне. Я не знаю, что такое метапрограммирование на питоне. С учетом того, что метапрограммирование – это такая специфика статически-теперезимых языков, когда вы описываете алгоритм без возможности применить этот алгоритм к данным разного типа, условно говоря, эти самые, как они называются-то, темплейты в C++, то есть это вот туда. То, что такое метапрограммирование на питоне, я как-то в душе не чую и, видимо, не буду рассказывать про него по этой причине. Да, вот тут вот сокращенец делает достаточно очевидный вывод, что питоновский вызов конструирования, инстанционирования, короче, изготовление объекта типа C, заводит нужный каркас, а дальше связывает все объекты с теми, значит, всеми иначе с теми объектами, которые были раньше. Все так. Вот. Обратите внимание на другое. что пространство имен этих вот объектов, так же, как и пространство имен класса, оно абсолютно динамическое и может изменяться, я даже могу удалить, сказать, дел А точка Б. И что при этом произойдет, знаете? Откроется видимость поля класса. Мы только что удалили поле объекта под названием Б. Вот мы его здесь завели, а вот тут мы его удалили. Ну, нам теперь видно поле класса. Еще раз такой трюк не пройдет. Почему? В самом объекте собственного имени Б, то бишь аналог локальной переменной нету. Из него видно поле класса Б. Ну, оно видно. Вот оно равно. Один, два. То есть если бы мы хотели удалить это из класса, то это должно быть? А вот да, это пожалуйста. Из класса сколько угодно. При этом обратите внимание на то, что А точка Б теперь отсутствует. Б точка Б теперь отсутствует. И даже если мы что-нибудь создадим, то и С точка Б тоже естественно отсутствует. Все, в классе у нас больше нету этого имени. Соответственно, когда он динстанциируется, мы к нему не ходим. А вот если бы мы оставили вот это вот поле класса, то разумеется оно бы осталось живо, так же как ковырел нас жил. Такие вот, значит, чуть-чуть сложная штука с вот этой вот полупрозрачностью. Но мне кажется, что аналогия с локальными глобальными переменами она прямо один к одному. Создаем поле объекта, загораживаем глобальное поле класса, удаляем поле объекта, разгораживаем поле класса, все. А дальше полная свобода, что хочешь складывай, ведь эти горшочки без меда отлично работают за нас. Вопрос? А, да, кажется, что вся создадимая... А, вот это вот, да, это было, конечно, это было, конечно, совсем неправильно. Но все равно там нету поля Б, мы его только что удалили сами руками. Вот, вот, вот здесь мы это сделали. Хорошо, хорошо, что вы следите. Это относительно видимости. Экземпляры классов, это такие же точно, такие же точно, на самом деле не такие, именованное пространство видимости, в которых еще и вот эта вся фигня дублируется. Очень хорошо. Вот, теперь, собственно, дошло дело до понимания того, что такое метод. Мы с вами уже знаем, что в класс что хочешь можно положить, например, можно туда положить функцию. Вот, мы это уже делали. Вот, мы это уже делали, и даже мы этим этим даже уже пользовались. Посмотрим, что произойдет, если мы создадим экземпляр класса. Давайте назовем его A, чтобы он на картинке отличался. А, точка, фу, от 9. Так, что это такое? Смотрите. Мы создали функцию от одного параметра, в смысле, ну да, параметра. Она даже работает. Но, когда мы к этой функции ходим через пространство имен экземпляра класса, нам внезап питон говорит, слушайте, у вас тут два параметра функции. В смысле, у вас функция принимает один параметр, а вы ей передали два. Где два-то? Правильно. Давайте напишем другую функцию, которая, ну скажем, все подряд пишет. Вот так. Давайте, а здесь принт напишем. Принт. Вот. А. Да? Мы же умеем писать, писать функции, которые принимают произвольное количество параметров. Да? Значит, сделаем вот так вот и вызовем, наконец, A. Ну окей, вот это наша девяточка. А в начало методу, а это метод, обратите внимание, это не функция. Вот это функция, а это bound method, так называемый. Да? Связанный метод. Когда мы вызываем метод, когда мы вызываем то, что в пространстве имен класса было обычной функцией, из пространства имен объекта, экземпляра класса, эта штука A начинает по-другому называться, она называется методом, B, ей автоматически в качестве первого параметра пропихивается некоторый объект. Вот он. И я вонгую, что это будет сам A. И опять же все. Вот и весь, как бы, вся премудрость. То есть, когда вы инстанциируете класс, генерируете объект, все функции внутри класса превращаются в методы внутри объекта. Эти методы получают в качестве первого параметра сам этот объект. Все. То есть, грубо говоря, ну давайте сначала поле какое-нибудь, да, зададим. Вот. Дальше, ой, дальше говорим ему, а, понятно, дев, ну допустим, метод. Вот. Нужен обязательно быть какой-то первый параметр, он может называться как угодно, но конвенция, договоренность состоит в том, что здесь нужно быть слово self. В принципе, здесь можно писать что угодно. self это не ключевое слово, чтобы нам текстовый редактор как бы его не раскрашивали. Тут можно писать что угодно. Это просто идентификатор. Первый параметр вашей функции. А второй параметр, собственно, var, да, ну и что-то типа self.a плюс равно a, плюс равно var. Что мы сейчас сделаем? Мы сейчас написали функцию, которой приезжают два параметра, объект и некоторое значение. Эта функция считает, что у этого объекта есть поле под названием a, и что к нему можно прибавить вот это значение. То есть, давайте посмотрим, a равняется c, a точка, что там, a? Да? По умолчанию сто пятьсот. Все так. a точка метод, ну допустим, сорок два. a точка. Вот. Опять-таки, в отличие от большинства языков программирования, в питоне до обидного мало загадок. Никаких вот этих вот преобразований пространства имен, автоматического вставления туда вот этого this, аценотического убирания оттуда этого this. Ничего такого. Вот есть функция двух параметров. Первый параметр – это ваш объект, второй параметр – это все остальное. Когда мы вызываем его, вот этот объект, а вот все остальное. Все. И это и есть метод. Ничего больше. Удивительно, но факт. Какую задачу мы тем самым решили? Мы решили задачу удобной инкапсуляции. Теперь, когда мы пишем вот такую конструкцию, мы очень хорошо понимаем, что происходит. Мы понимаем, что внутри объекта А есть поле мет, точнее, метод мет, которому передается два параметра. Первый из которых – это сам объект А, а второй – вот этот самый 42. И дальше он что-то делает. У нас нет необходимости думать над тем, как работает этот метод, что у него за алгоритм, такой он или не такой. Более того, я вам скажу, можно было решить эту задачу по-другому. Можно было написать универсальный метод мет, которому мы передаем объект. А дальше там внутри, значит, складывается. Но. Но. Фишка инкапсуляции состоит как раз в том, что вот этот мет, который лежит внутри класса С, совершенно не обязан быть равен методу с тем же именем, который лежит внутри класса какого-нибудь другого. А, например… Что происходит с просторством имен? То есть, у вас пара, которые в селфе были, они как бы передаются в блокальном просторстве имен для этого метода? В смысле? Нет, конечно. Они как были в селфе, так и остаются. Вот они. Никуда они не передаются. Зачем это? Да? Многие программисты, которые много и активно разрабатывают, пишут на объектно-ориентированные программы, ругаются на питон за то, что там все время нужно писать вот этот селф, не забывать его. Особенно, если ты раньше писал на плюс-плюсе, ты все время забываешь, что внутри метода все равно надо писать вот этот селф. В питоне все задается явно. Вот этого схлопывания, просто если вы напишите «а», это будет локальная переменная в этой функции. Если вы хотите показать, что «а» – это поле вашего объекта, пишите, что «а» – это поле вашего объекта. По-другому никак. Ехидный сокращенец говорит, что вот эта штука по сути является универсальной функцией, которой в качестве первого параметра передается в произвольный объект. Все так, разумеется. В этом фишка питона ничего, кроме того, что здесь написано, никакой магии нет. И это, собственно, тоже не магия. Такие дела. Окей, но если мы хотим задавать поля объекта… Ну, хотим. Мы хотим, например, вызвать какой-нибудь «с» с параметрами, и чтобы у нас вот это «а» было равно раз-два-три по умолчанию, равно этому параметру. Это очень просто. И для этого нам служат так называемые спецметоды, коих у нас в объекте, вообще говоря, в количестве. Любой из этих спецметодов мы можем лично переопределить. Ну, за исключением, может быть, метода класс. Ну, почти любой. Любой из этих спецметодов мы можем лично переопределить, и тогда получится смотреть, что. Например, мы переопределяем метод «init». Получается интересная штука. У нас у класса «c» нету поля… «c» большое. Нету поля «a». Это не очень хорошо с точки зрения дисциплины, потому что в документации тогда не будет понятно, откуда тогда это поле «a» берется. Обычно поле «a» все-таки делают. Но можно и не делать. Это питон. В нем все можно. Вот. А вот в каждом экземпляре нашего класса «c» будет поле «a» у каждого из объектов, и это будет сразу поле объекта. Смотрите. «a» равняется «c» от 1, 2, 3. Ну вот оно, да? Поэтому метод «init» безусловно нельзя называть конструктором. Конструктором является вот это. Конструктором является вызов класса со скобочками. «init» — это инициализатор. Это те действия, которые производятся над объектом. Этот объект уже кто-то сконструировал. Его вам передали, этот объект сконструированный. Но в нем еще нет того, чего хотите туда положить. Этот горшочек еще без меда. А вы туда кладете, ну вот, например, вот такое. «init». Вот один из примеров спецметодов, которые мы используем. Используем. Выводы. Класс — это именованное пространство. Все. А еще класс — это изготовитель объекта, когда мы его вызываем со скобочками. У класса есть поля, правильное слово, атрибуты. Атрибуты делятся на методы и поля. Атрибуты — это методы, а не коллабл, поля — не коллабл. Все поля класса изначально видны в объекте до тех пор, пока мы их не загородим полями объекта. Тогда будут видны поля объекта. При инстанциализации, то есть изготовлении экземпляра класса, все функции, положенные в класс, превращаются в методы. Методы отличаются тем, что в качестве первого параметра им передается тот самый объект, чьим методом он является. Все. Фактически, ничего большего, чем то, что мы сейчас рассмотрели, в объектной модели Python нет. Все остальное, что мы посмотрим на других лекциях в объектной модели Python, это всякие ухищрения для эффективности моделирования типов данных. Ну, разумеется, мы еще не посмотрели про наследование, но про наследование будет просто отдельная лекция. Тут еще есть метод дел, но метод дел — это не деструктор. Естественно, точно так же, как метод init вызывается при создании объекта, метод дел вызывается при удалении объекта Python. И все. Вот если вы хотите в тот момент, когда ваш объект удаляется, что-нибудь еще произвести, какие-то действия, ну, окей, произведите. Ну, например, print. Print. Вот, смотрите. c равняется c. Ну, вернее, не c, а. А равняется b, равняется вот. Так лучше, так будет понятнее. А, ну да. О, пожалуйста. Дел а. Ничего не произошло. Вопрос ко всем. Почему не выполнилась вот этот бай-бай? Правильно, потому что у нас есть еще одна связь. Пока у нас количество связей с нашим объектом не нулевое. Ммм. 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 Более сложная и хитрая штука, о которой мы, возможно, успеем поговорить в этом семестре, это тот факт, что вот это вот выполнение вот этого метода дел совершенно необязательно происходит в момент выполнения вот этого оператора. Потому что он еще, может быть, некоторое время жить в кэше. Потом приходит сборщик мусора и говорит, здесь ревкаунт равен нулю, мы сейчас его удалим. И в этот момент оно удаляется. Этим можно управлять в питоне, но рассчитывать, что вот этот дел вызовется в момент вот этого дел нельзя. Хотя бы потому, что мы не знаем, на самом деле, сколько в этот момент было связи на наш объект, и, может быть, этот дел тоже был не последний. Вот. Удаление имени не означает удаление объекта. Удаление объекта происходит тогда, когда питонус благорассудится этот объект удалить, исходя из количества референсов на него. Сокращенец настаивает. В чем все-таки разница между init и конструктором, делом инструктором? Мне кажется, я только что объяснил. init. Это не конструктор, потому что кто-то объект к этому моменту сконструировал уже. Вот он, этот сконструированный объект. Да? init просто заполняет его значениями и вообще делает с этим объектом, модифицирует, кастомизует объект после его конструирования. Дел – это не инструктор, потому что удаляет объект питон сам. А мы просто выполняем некоторые действия, которые мы хотим, чтобы происходили при этом самом удалении. Вот. Вот и все. Мне кажется, что разница в этом. Кто? Нет, мы про это будем говорить, когда будем говорить про метаклассы. Вот. У классов в питоне по умолчанию один и тот же конструктор, но это не значит, что вы не можете задать свой собственный конструктор классов. вот. Если я правильно понял вопрос. Вот. Это называется метакласс. Этот класс, конструктор классов в питоне, называется type, мне кажется. Вот. Ну потому что, смотрите, type от c. Type от type от c. Все. А дурная бесконечность закончилась. А дурная бесконечность закончилась. Ну так я уже написал. Нет, просто дурная. Я думаю, что то же самое. Я говорю, дурная бесконечность заканчивается очень быстро. Она заканчивается на метаклассах. Вот. Но про них мы будем говорить не сейчас. Значит, вторая смешная, веселая тема на сегодня – это то, что в C++ называется перегрузка операций. Надо бы убрать этот провокационный заголовок, потому что никакой перегрузки операций в питоне нету. Ну, для начала, потому что в питоне нету операций. Значит, я, с вашего позволения, тут сокращенец приводит пример из C++, не буду вдаваться в тонкости определения слова конструктор. Для нас все-таки достаточно понимать, что init не является конструктором. Есть еще метод new, который в большей степени является конструктором, но мы про него будем говорить сильно потом, не сейчас. А мы будем говорить про спецметоды. Значит, для начала, в питоне нет перегрузки операций, потому что в питоне нет операций. Мы про это немножко уже помним. Ну, смотрите, вот у нас есть, допустим, число 5, да? Это число 5 можно складывать, но в действительности 5 плюс 5 – это всего лишь вызов метода a.add с параметром 5. Мол. Это был не плюс. Это был умножить. Дело в том, что я буду приводить пример умножения в качестве интересного протокола. Да. Вот, смотрите. И это именно оно, да? Мы теперь понимаем, как это работает. У нас есть класс int, да? У этого класса int есть метод bla-bla-bla-bla. У нас есть экземпляр класса int a. И этому экземпляру класса int a передается на вход a и 5. Он их складывает. Все. Вот все операции в питоне, даже точка, даже квадратная скобка – это на самом деле соответствующие методы. Там внутри, в байт-коде, который будет генерировать питон, вызываются просто методы. Мы это видели уже, кстати, когда пользовались дизассемблером. Вот. То есть, из этого следует, знаете, какая интересная фишка? Что если мы сами определим метод add, то он будет работать. Работать? Смотрите. Ну, скажем. Все. Можно что угодно сделать. Но если мы напишем print, то он… а return не напишем. Что у нас будет? Какой будет результат? Нет. Что будет? Non. Совершенно справедливо. Будет результат known. Мы знаем, что если у нас в функции не написано return, то она просто возвращает non. Не более того. То есть результатом вашего сложения будет known. Вот и все. А так-то вы можете туда что угодно написать. Хоть там, не знаю, ос-система ren-rf звездочка. Ну, пожалуйста. Только не надо это взять. Вот. Да? Значит, еще раз. Наличие соответствующего метода в объекте означает возможность выполнить соответствующую операцию. Все. Я вам даже больше того скажу. Помните такой метод? Как что? Что сказали, то и выполняет. Python. Python. Попробуйте задать вопрос по-другому, а я тем временем расскажу про метод getEighten. Помните такой метод getEighten? Это индексирование или секционирование объекта. Если вы задали метод getEighten в вашем классе, к нему можно будет применять операцию квадратная скобка. Давайте здесь напишем print. Давайте все-таки return напишем. Нет, вы хотели print. Давайте напишем print. А return что? 0. Окей. А равняется c от 100 500. Сам факт того, что мы можем призвать, приписать операцию квадратная скобочка к объекту типа c класса, потому что у него есть getEighten. Все. Весь Python так устроен. А секционирование будет? Конечно. Смотрите. Вы вообще сюда можете передать что угодно. Секционирование это всего лишь синтаксический сахар для передачи объекта типа slice. Вот и все. Вам просто приедет туда объект типа slice. А еще есть в Python специальный объект типа ellipsis. Вот. С единственным экземпляром под названием ellipsis. Который нигде в стандартных типах данных Python не используется. А используется, например, в numpy. Для того, чтобы как-то хитро в синтаксе обозначать тот самый ellipsis. Ну то есть в numpy вы реально можете написать что-нибудь вот такое. И вам туда, в getEighten, приедет вот эти три объекта. Один, ellipsis и три. А дальше делать с ним что хотите. Это просто красиво выглядит. То есть, еще раз. А в действительности в Python нет ничего. Есть только некоторый синтаксис красивый, который вы используете. Который потом все равно превращается просто тупо в вызов методов. Больше ни во что. А дальше что хотите, то и делаете. Хотите, приопределите. Ну не знаю, там. Помните, есть такая арифметическая операция. Побитовый сдвиг. Да? Как все. Туда и сюда. Он очень редко когда нужен. Он работает только там на целых числах. Зачем нам побитого сдвигать какие-то другие типы данных, не являющиеся числами? Да? Ну так определите. Это же называется что там. Ишифт какой-нибудь. Да? Класс. С. Дев. По-моему это называется ишифт. Давайте посмотрим. У нас есть ссылка на описание всех этих штук. Вот. Куда? Это левый шифт? Влево. Эльшифт. Селф. Вар. Ну и там. Принт. Чё хотите. Повторю. Чё хотите. Чё хотите. Вот. Очень часто. Я почему вспомнил про left shift. Очень часто вот эти, эти самые стрелочки используются для каких-то совершенно иных, абсолютно неравных, астметическому сдвигу действий. Но мы же с вами это знаем. Мы же знаем, что, извините, какое-нибудь умножение или сложение строк, это совершенно не то же самое, что сложение чисел. Сложение строк, это склеивание этих строк. Помним это, да? Вот. Вот. Тут возникает интересный вопрос. Вот у нас есть строка. Да? Я, кстати, кажется, про это говорил, но, видимо, надо вспомнить. Эту строку можно умножать на число. Как вы понимаете, это всё тот же метод, тот же метод умножения, который был и раньше. Вот он. И тут вроде всё совершенно понятно, да? Мы теперь знаем, что никаких операций нет, а есть только синтактический сахар вокруг вызова методов. Интересный вопрос состоит в том, как работает вот такая хрень. Ну, потому что очевидно, что такая хрень должна работать вот так. Ну, да, мол. А. Давайте мы сделаем А равно 5, потому что 5 точка, это, извините, вещественное число, да? Значит, А точка. Мол. Мол. Вот S. Разумеется, так работать не может. Целое число 5. Ни малейшего понятия не имеет, как его умножать на строку. Строка знает, как её умножать на число? А целое число, в общем, мы же умеем умножать на число и последовательности всевозможные, там, списки, кортежи. Число типа int не умеет понимать, как его умножить на число, о чём нам, собственно, и сообщает. О чём оно нам сообщает? Это такой специальный объект, это такой специальный объект, типа notimplemented type. То есть, при попытке умножить число на какую-то хрень, возникает исключение, а, нет, это не исключение. Возвращается объект, типа notimplemented type, возвращается такой объект. И фишка протокола в данном случае умножения, протокола работы арифметической операции в питоне, состоит в том, что, видя вот именно этот результат, что попытка умножить a на s завершилась успешно, но вернулся объект notimplemented, приводит к тому, что, видя этот объект notimplemented, питон говорит так, окей, так не работает, давайте попробуем наоборот. s, r, mul, вот, a. И тогда всё работает. То есть, если обычное умножение a на s возвращает notimplemented, то синтаксический сахар и протокол умножения, лежащий за вот такими конструкциями, ну, за конкретно вот этой конструкцией. Видя вот это возвращаемое значение notimplemented, он говорит так, окей, попробуем правое умножение и поменяем операнды местами. Раз уж это не notimplemented, может, это имплемент. Что? Везде так работает. Значит, будет деление на 0. Вот. Кстати, не знаю насчет деления на 0, это интересный вопрос. Надо посмотреть. Вот. Вроде бы у нас нету деления строки на число, да? Хотя интересная штука деление на 0. А, нет, извините. Деление операции не коммутативное. Деление на 0 не произойдет, потому что, ну, как это, вы сначала строку попытаетесь поделить на 0, и там все будет хорошо. Понимаете? Чтобы поделить на 0, второй параметр, как бы, вы должны арифметически что-то поделить на 0. Так что нет. Ну, короче, вот идея такая, да? Значит, помимо просто синтаксического сахара, за операциями кроются так называемые протоколы. И эти протоколы, они иногда довольно остроумны. Вот, например, как протокол умножения. Точнее, это даже не умножение, это числовой протокол, он на все арифметические операции так работает. Если результат, попытка сделать арифметическую операцию с числом и чем-то, ну, или почти на все, я не помню, на какие конкретно. Возвращает ноту implemented, значит, можно попробовать сделать правую операцию над, наоборот, объектом и числом. Да. Это не исключение. Это просто такой объект. Нет, это такой объект. Не знаю, как там реализовано. Думаю, что там на C написано. Это вопрос, мол, вы вот так руку держали. Я? Да. Понятно, вы уже все. Это был фейл спалом, только вывернутый. Окей. Значит, да-да-да-да-да-да. Недаром тут сокращение вспоминает, что даже в C++ вот это больше-больше и меньше-меньше переопределено для потоков данных, как вывод в эти самые потоки. Именно по той причине, что уж больно красивый значок, его хочется как-то утилизировать. Вот. Как утилизировать значки в питоне, вы теперь знаете. Я, кстати, могу рассказать про один забавный, еще один забавный значок в питоне. Операция MatMool, которая тоже не реализована ни на одном из известных стандартных типов данных в питоне, а тем не менее она есть. Вот. Эта попытка, эта операция вот такая, математическое, матричное умножение. То есть, если вы определите операцию MatMool, матричное умножение на что-то, да? Да, там два подчеркния еще нужно, да? То, ой, то вы можете использовать эту операцию тоже, хотя она, значит, ни в одном из стандартных типов не определена. Да? Вот. Ну, почему бы и нет? Есть такая штука в синтаксисе, в том же numpy используется сплошь и рядом, понятное дело. Вот. Дальше больше. Мы уже про gitaitim говорили, да? Да. А помните про то, что у нас некоторые объекты итерируемые? Да. Если в вашем классе есть либо метод iter, либо обычный gitaitim, из него можно сделать итератор. Ну, в случае метода iter очевидно, он возвращает тот самый итератор, да? Давайте мы опять же сделаем какую-нибудь прям ерунду. Итер. Все. Все. Смотрите. For. E. In. C. Print. E. А? А. Хорошо. Так, будешь работать? Пожалуйста. То есть, если в вашем классе есть метод iter, то из него можно сделать итератор. Вот он. Если, ну, просто, когда мы обсуждали итераторы, они надо заканчивать. У нас класс. Ну, да. Этот итератор вполне себе заканчивается. Видите, нам Python не разрешил в качестве итератора вернуть строку. Сказал, не-не-не, ты сделай настоящий итератор, тогда все будет. Я сделал настоящий итератор. Это такая штука, которая заканчивается, разумеется. То есть, если мы сделаем... Сейчас. Это, наверное, у меня бабушка попала с объектами и объектами. Если мы сделаем, ну, инициализируем A и B класса C, пройдемся по A, то B у нас тоже... Не-не-не, что значит B закончится? Смотрите. Для того, чтобы пройти циклом по вашему объекту, как мы это сделали вот здесь, нужно сначала создать из него итератор. Итератор из нашего объекта, да, это что-то. Например, в этом классе итератор из нашего объекта, который называется там, он мы никак не назвали, но он типа C, это на самом деле итератор по строке какой-то. То есть, совершенно неважно, вы должны вернуть что-то, что, значит, почему можно ходить. Сам объект от этого не изменяется, как вы понимаете. Ну, то есть, не обязан изменяться. Вот. Соответственно, простейший случай протокола итерирования, когда есть итер, но напоминаю, что возможен и гитайтим. Смотрите. При этом обратите внимание на то, что давайте мы сейчас сократим его до трех элементов, что если вы вот такое делаете, то у вас, понятное дело, что и равняется итер от C. Если в вашем классе предусмотрен метод гитайтим, то считается, что ваш объект индексируемый как массив с нуля до чего-то. Вот. И в этом случае при изготовлении итератора исключение, которое вываливается, когда вы выходите за границ индекса, по-моему, индекс error, превращается в stop iteration. И в результате само наличие метода гитайтим тоже позволяет сделать итератор из вашего класса, ну, сейчас из вашего объекта. Сейчас мы это сделаем, ну, скажем, что-то типа qr, qr и dx. Вот. Всего этого достаточно. Смотрите. Здесь в случае обращения слишком большому индексу произойдет исключение не stop iteration, а какое-то иное, но протокол итерации выполнит эту подмену. Давайте попробуем создать из него итератор и сделать из него next. Вот. Но протокол итерации сделает эту подмену. Мы на самом-то деле сходили к, значит, ну, кто-то за нас сделал весь этот цикл, прошел. Мы сюда пришли с троечкой в качестве индекса. Можно, кстати, здесь ее написать. Давайте проверим этот факт. Да? Вот. Но идея как раз состоит в том, что кто-то за нас, протокол итерации за нас создал вот этот цикл. Этим циклом, значит, о, ходят. Мы пришли сюда с троечкой. Попытались взять третий элемент. Здесь возникло исключение. IndexError. Да? Вот. А протокол итерации подменил на stop-terration, вывел нам stop-terration и вот все. То есть, сам факт наличия get-itima или наличие метода iter в вашем классе означает, что вы можете по нему ходить циклом. Ну, естественно, не просто ходить циклом, разумеется, а делать из него, как бы, использовать его в качестве последовательности. Да? Вы можете сделать список, например. Почему нет? Можете написать a, b, c равняется. Короче, что хотите. Да? Ваш класс стал последовательностью. По факту наличие либо get-itima, либо iter в, значит... То есть, последствием iter можно приобретать заголовье по кругу, получается, так? Да? Я... Я... Ладно. Ну, конечно, можно. Ну, нужно. Вот. Это, собственно, основное предназначение этих... Чего? Ну, то, что вы сейчас сказали. Get-itim это не делает, да? Нет, get-itim это метод, который делает операцию индексирования. Да? Да? Я не очень вижу прямой связи перевода одного типа в другой и метод get-itim. Ну, нет. Вот вы, как бы, просто надо, как это, когда задаете вопрос... Понятное дело, что для того, чтобы задать вопрос, надо задать большую половину ответа, да? Ну, вот... Иначе я просто не пойму, чего спрашивать. Во! Мы даже можем перегрузить операцию точка, потому что мы можем написать метод get-itim. Didthator, смотрите. didthator self... Ну что, атрибут «name»? Ну, не знаю. Вот. Но, знаете, что сейчас будет? Мы написали класс, у которого есть любые поля. Вообще любые. Я даже больше... Никак. Потому что мы же ходим к специальному методу, а этот метод не ходит к дикту. Он сам их генерит. То есть если мы пишем твой атрибут, и пытаемся его достать, то... А точка... Да. А нет, а равно это сетатор. Он работать не будет. То есть если мы его сетатором поставим, а потом пытаемся его гетатором в будущем? Да, это не... Не получится. То есть он... О, нет, получится. И знаете почему? Потому что у метода гетатор очень низкий приоритет. Мы сначала смотрим в словарь. Да? Мы сначала смотрим в словарь, и в словаре у нас есть вот этот векур, потому что сетатор мы не переопределили. И мы сначала смотрим в словарь, в словаре есть, а вот если в словаре нету, тогда мы дергаем гетатор. Почитайте документацию, там еще есть несколько ограничений. Например, с помощью гетатора нельзя приопределять спецметоды. Вот. Они только у классов могут быть приопределены. То есть все, что начинается на бла-бла, невозможно перегрузить гетатором. Вот. То есть я не могу написать а точка, там, не знаю, стр, и получить вот такую вот фигню. Я получу метод класса STR. Просто потому, что так устроена фильтрация. Вот. И еще там, если есть несколько ограничений, то есть это не настолько прозрачная штука. Но зато, вот видите, да, я вам даже больше не скажу. А, мы сцитатор не переделали. Ща, давайте переделаем. Да, только бла-бла нужно написать. Self. Name. Да какая разница? Val. Давайте здесь определим какой-нибудь namespace. Да. Self. Namespace. Name. Равняется Val. Он. Ну, какое-нибудь извращение. Я сейчас покажу, в чем дело. В чем идея. Так. Ну, name, да. Но я хочу, что хоть что-нибудь, какое-нибудь извращение с этим сделать. Ну, хорошо. Да. Хотя бы вот так вот. Вот. Так. Что мы такое наплодили. А. Это у нас гетатор был. А точка. Кве равняется раз, два, три. Да. А точка раз, два, три. А точка Кве. Все работает. Сетатор. А, запятая. Кве. Большими. Не, не, не. Сетатор обычный. 100500. А точка Кве. Работает. А, ну, естественно. А точка namespace. Видите, вот это. Гетатор. А. А, запятая. Только там минус был, да? У вас имена полей не обязаны быть идентификаторами. На самом деле. А какая разница? Все равно там словарь внутри. Более того. Даже вот этого не нужно было делать. На самом-то деле. На самом-то деле это работает и без переопределения гетатора или сетатора. Это я просто, как это, решил потренироваться. А в действительности, господи. Только не так. Сетатор, да? Сетатор. С. Поле с произвольным именем. 100500. Оно работает. Кому какая разница? Ну, вот у вас есть поле с именем вот таким. Вы не сможете на питоне написать очересточечку эту операцию. А через гетатор, пожалуйста. Вот. Ну, это так. Это уже мы, так сказать, вышли за рамки. Значит, смотрите. Что-то мне кажется, что я чего-то не рассказал про сегодня, потому что у нас есть еще 4 минуты или даже 6, а я все еще, вот вроде все уже было. Окей, давайте вопрос. Потому что на самом деле мне кажется, что на сегодня информации, особенно для тех людей, для которых объектная модель как таковая, это такая штука, не близко знакомая, на сегодня информации хватит. ВАЗ. Тут спрашивают, последняя ли лекция в питоне, но, разумеется, не последняя про объектно-ориентированное программирование. Тут человек, который задает очень много вопросов, да, вот сокращение напоминает, что надо рассказать про матч, я успею рассказать про матч. Человек, который задает довольно много вопросов, большую часть из которых я не понимаю. Амад, как классам внутри других объектов можно адекватно строить циклы типа формы? Не понимаю, что такое классы внутри других объектов. Давайте лучше вы мне зададите вопросы, может быть, вас я пойму больше. Все, да, как бы горшочек уже не варит. Понятно, да. Значит, что? Ну, это понятно, да. Значит, смотрите, в действительности главный пафос сегодняшнего моего выступления состоит в том, что в питоне вообще ничего ровным счетом, непрозрачного в этих местах нет. Мы от начала до конца, работая с объектной моделью в питоне, себе хорошо представляем, что куда, где что заводится, как что происходит, и каким-то невероятно чудесным образом это все внезапно оказывается эквивалентно такой классической объектной парадигмы, про которую нам рассказывают там в тех же плюсах, в джаве и во всем остальном. Только вот ничего нету, кроме вот этих вот подстановок методов вместо функций, да, и подстановок методов вместо операций. Все. И это главная фишка в питоне, пока мы не дошли до наследования, которая внезапно превращает всю эту объектную мифологию в вполне себе алгоритмизируемый способ оперирования пространствами имен и все. Вот такие дела. Окей, значит, тогда на сегодня, видимо, все. Да, значит, спасибо всем за участие. Вот, человеку с ником пиво течет во мне, и я един с пивом, я бы посоветовал все-таки более аккуратно задавать вопросы, потому что большую часть я их просто не понимаю. Вот. И, соответственно, не могу ответить. И на этом у нас разговор об объектной модели остановятся на паузу, потому что, разумеется, про объекты мы сказали далеко не все. Вот. И в следующий раз у нас будет, я так понимаю, метаклассы и всякая такая штука. Нет сначала наследования и исключения, потому что про наследование и про исключения это целый интересный алгоритм придется нам выучить. Вот. Все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ